Я вас оттряхнула все равно. А почему ты так беспокоишься? Вы уже все лохматые. Кудри можно собирать, носочки вязать. Я бы не настаивала, не стал. Но я просто слушаюсь. Завтра не хвощик прилетает. Себастьян, я поеду. Зачем? Я бы тоже себе сделала. Ножницы в руке не бери расческу. Прямо на голову все убери. Ну как на голову? 6 миллиметров поставлю? Не надо. На голову сделай пожалуйста. Совсем что ли? Совсем. Ну 3 миллиметра то можно? Не надо ни грамма. Мне лишний раз приходить, а мне на год хватает. Один раз и на целый год. 3 миллиметра это чуть-чуть. Не надо. Бери сколько машинка возьмет. Машинка у меня возьмет и под ноль конечно. Ну под ноль давай. Ну 3 там это уже вот много. 3 миллиметра. Миллиметр ну давай. Давайте 3 миллиметра. Ну что совсем лысый то? Я не люблю это на это дело тратить время. Все 3 миллиметра. Один раз пришел и все. Я вас причешу свои расчесочки? А зачем я уже причесался? Да. А зачем расчесаться? Ты дыриды снимай. Ну дайте я вас причешу. Ну что делать? Ой какие кудри. Ну у меня то разве такие были? У меня вся голова была вот такими кудряшками. А я видела фотографию. Надежда Васильевна возьми да мне скажи в ночь перед свадьбой. Волосы тратил тебе. Я сразу же пошел и отстриг. А на утром глянула жених совершенно голый. Не дали похвалить. Не дали. Ну прям 3 миллиметра мало. Это все плотское. Я бы шесть сделала. Но вы так настаиваете. Все. У меня две бороды. Да, да. Я тоже об этом подумала. Которую у меня в лагере сняли. Я привез обратно из платочки. Когда меня привезли в женатаж Жамбульской области и Казахстане. А здесь начальник тюрьмы был мне знакомый. И он мне бороду не сбрел. Обычно сбривает, когда приговор окончательно вынесен. Ну и приехал я туда. А там никак нельзя ездить. Никак. Начальник Бахаев там пытался понять. Беженаров. Ну и без. И пришел политоотдел. Был Кудеяров или Кудеримов какой-то такой вот. Ну и завели меня. Просто на пол расстелили на меня и стали. Мои волосы посыпались. А я плащу сижу. Плащу. Это 86 год. А меня стрижет чеченец. И говорит. А меня Аллах не накажет, что я тебя это. Я говорю. Да ты-то при чем? И потом, когда проходит время там недели две. В баню пойдем. И там сказали. Бригадир меня брил. Я в руки бритву не брал. Ну а что сделаешь? Насилие. Насилие. Я просил. Я писал заявление в Москву. Дайте мне срок в два раза больше. Дайте мне сообщий режим строгий. Почему? Смотри. Емельяна Пугачева казнили с бородой. Я им все примеры показал. А, то есть вы просили срок в два раза больше, только вы бороду не брали. Только бороду не трогали. Срок больше. И содержание в лагере разное. Там есть общее. Это самый легкий. Бывает строгий, бывает усиленный. Я говорю. Любой режим не давайте. И срок продвинуть. Ну только не трожьте бороду. Она у меня сейчас борода. Это в конверте лежит. Боже. Последний клочочек. Ну да. Говорят. Умные волосы покидают дурную голову. Я никогда к этому не был привязан. А я тебя никак не до конца не пойду. Чего ты так сильно хотела меня это? Слишком вы заросли, Игнатий Тихонович. Вот я и решила вас острить, обрить. А вот теперь все будут спрашивать. Чего это вы? Да у вас волос короткий был, как в прошлом году. Да совсем. Да зачем вы тут? Вот и все. А мне все равно разницы нет. Готов. Готов. Красавчик. Да? Долго ли вас? Вот так. Готов. Все. А там уброжал. Это сжечь потом. Сжечь надо вам, да? Ну вот видите какой. Хворостовский то умер. Слышала? Слышала конечно. И главное перед смертью заявление сделал. Я не верю в Бога и не верю в загробную жизнь. Ой какой. И дал последний его, знаешь какой наказ дал? Нет. Сжечь и пепел разделить пополам в Москве и в Красноярске похоронить. То есть совершенно безбожий был. Он родился же в Красноярске. Он вырос. И главное теперь опять будут. А вот он там что-то покаялся. Да он никакой пакости то не делал как задворнув-то. Задорнув-то. 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 Некрасивый что-ли? С курчами красивее был? Да не знаю я. Привычный. Привычный. Даже подметать почти нечего все. Давай Сверху-то посмотри. Да и сверху нету ничего. Уже все прошлось и по верху. Посмотри волосинки может торчат на лысине. Антенки? На лысине-то. Да смотрю, смотрю. О, антенка. Сейчас я ее поймаю. А то Володя меня сейчас дома будет достригать. Да? Да, чем только. Особенно за ушами бывает оставят. Нет, я убрала вам за ушами. Вот так. Ну смотри ниже не возьми ухо. Нет, вот все осталось. Ну давай. Я тебе доверяю. Вот что делать. Ну так я же края бороды вообще вижу. Надежда Васильевна, давай и я. У нас еще мама говорила, что жена мужа не может стричь. Я стригу своего супа. Потому что перед парикмакером и Сталин поворачивался куда скажут-то. А тут жена будет командовать надо мной полчаса. Да, да не вжись. Все. Красивый. О, как кошку обглаживают. Да да, хоть приглаживают. Тут надо веник надо, чтобы упало если где. А я уже принесли мы веник. Так, а скажи вон он стоит. Да, мы принесли его. Так, сейчас я наклонюсь и меня обдуй. Сейчас. Ну скажи обдуй, обалдуй. Уберите пока руки, Ильна Тихонович. Я тряпочкой Вас. Благодарю. Да слава Кресту. Слава тебе Господи. Все. Завтра начнут спрашивать кто, зачем. Володя, там ковер разорвался и его уже 5 лет не могут зашить. Все, не прийти мы даже с тобой. Я возьму крючок и капронами нитками зашьем. А тут вот все обдернуть и забить. Води, водики маленькие. Надо закрыть однажды. Вот так. Благодарю сестра. Слава Богу. Ну что, пошли? Давайте. С Богом. Володя, сейчас придешь, там еще надо поужить или как. Мы придем, и вот тут ковер за... Вот этот вот, смотри. Вот оно. Видишь как? Они его... Я сколько раз говорил зашить. Значит, что надо? Зашить. И вот так вот я его зашью капроновыми нитками. Вон уже куда разобралась. А была только вот. Вот. А сейчас уже в 5 раз длиннее. Сразу не делать. Говорил, никто не делает. А почему? Да для нас оставили. Они нас любят. Чтоб наш плод возрастал. Ну что, все. Так где-то у меня тут пиджак. Хорошо. Так я не нужен больше? Пошел, да? Давайте с Богом. Вот иди, с Галей разговаривает. Она меня заставила. Надежда Васильевна. Иди, послушай. Иди, оправдайся, Галя. И говори, пока она не ушла. Подойди. Говорит, почему так коротко Надежда Васильевна? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, подойди. Какие претензии? Она говорит, почему так коротко? Надежда Васильевна. Ты сейчас с ней говори. Пока не ушли. Я сейчас ничего не скажу, что уйдем. Я хотела 6 миллиметров. Подождите, я сказал. Вообще все убрать. Я говорю, ну давайте хоть 3 миллиметрика оставлю. Слушай внимательно. Вот 3. На то мы сошлись. Сторговались. А у меня шапка. Шапочка сзади все закроет вам. Да. Я так и поняла, что вы ждете сезона, когда шапка вот здесь все прикроет. Нормально. Да ну что, мне никуда не ходить. Сезон пришел, я с машинкой приехала. Ну что ты прям так вот остроился совсем. Понятно. Вот так и перед свадьбой было. Вот так же пришел, говорит. Какой чуб кудрявый был. Волнами кудрявый. Я понял, что ты защупишь. Он пришел. Надо было тихо восхищаться. Надежда Васильевна. Я его сразу сбрил и выбросил. А вы сказали, он сбрил все. Жди теперь, когда отрастет восхищение вас. Маша. Теперь дед растет, у нее помыться. Теперь все. До свидания. Я пока.